Помнишь, это же заводился с полуоборота, как порох. И вдруг становился таким аналитиком, при этом никогда не задев, вернее, задев тонкие струны художника и его творчества, но не задев ни самолюбие этого человека. То есть вот именно то понятие интеллигенции, что говорить-то? Вот на нее посмотришь, так и сразу понимаешь, что это один из ведущих представителей, как и ее мама, вот этой вот интеллигентности, которая, к сожалению, все быстрее и быстрее уходит из нашего общества. Не знаю, может быть, это я придумываю так, но мне кажется, что вот эта утечка все-таки происходит. У Маши не первый раз вот такая выставка тонкая. И в музее ИЗО делали мы, да, помнишь, такую самую первую, наверное, закладную сделали выставку. Но Маша, по-моему, не меняется внешне. Я не знаю, как тебе удалось это так, сохранить себя вот в этом формате, да? Правда, Саша? Правда. Скорее всего, вот эта открытость, доверчивость, с которой ты обращаешься к миру своими работами, и которая, вероятно, и от Юрия Петровича пришла. Я вспоминаю, как только начинал что-то говорить или анализировать, он от тихих каких-то интонаций вулканизировать начинал, да? И у него там фраза за фразой, слово за словой, потом жестикуляции пошли в ход. Это потрясающе. Это вот я закрывала как бы уши и смотрела, как какая-то театральная декламация, которую именно художник вот производит, воспроизводит образ тот или иной его потрясающий. Еще, конечно же, чуть отвлекусь, но в адрес музея вот этого и Ирины Геннадьевны отдельный просто поклон, потому что именно здесь, наверное, даже вот эти обои почти домашние, они всегда создают какую-то атмосферу другую, неофициального зала, согласитесь с этим? Это вот они ведь нашли эту стилистику, и поэтому здесь все по-домашнему. Даже вот эта близость друг к другу, не то, что там в большом каком зале, вот на расстоянии вытянутой руки я могу протянуть тебе руку, да? И это Александр Сергеевич, и Риньгин, да всем буквально. Вот это впечатление доверия друг к другу, это впечатление уважения друг к другу. И не бояться, ни художник не боится критика, критик не боится сказать добрые слова художнику, потому что это и есть то самое, наверное, что заложено в природе творчества истины. И еще отдельный, отдельный поклон маме. Вот я не устану, да, потому что это то, что вот есть здесь, это ваш совместный шедевр. Мама и дочь. Поэтому можно где-то подписывать. Мама и дочь Клюкины, да? Вот, а по тексте еще имейте в виду обязательно. Я только создаю условия. Только, он тоже мне сказал. Да, да, да. Мы все мечтаем о том, чтобы... Только, чтобы условия были. Каковы условия, таковы результаты. Так ведь, да. Помогает думать. Вот так вот, и думать помогает даже. Мама поделилась опытом. Как это делать? Да, 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 да. Как это делать? То мы бы стали тиражировать, да, этот опыт. Ничего подобного. Это без тиражирования как раз обозначается. Вот. Маш, а у тебя, со мной какое впечатление от своей выставки? Можно тебя подержать? Спросить. Заканчиваем, наверное. Нет, не заканчиваем. Хотя хотела, конечно, поблагодарить, что все пришли. Маша, приятно. Ты пока не благодари, скажи свое впечатление. Нет, потом еще раз поблагодаришь. Да, потом еще раз поблагодаришь. Да, да. Это вообще не только. Ты. Продолжение следует...